С вами снова Рухаб, и как я и обещал, паузы у нас минимальные, и да, совсем забыл я представиться, меня зовут Тексас, ну и это уже четвертый матч второго игрового дня в азиатском регионе, и играют на такие команды, как Сигнатур Траст и Зэм Монгол, скраски, прошлую игру мы видели, вернее, мы видели игру, прошлую игру Сигнатура мы видели, да, немножко я уже заговорился, играли в принципе неплохо, сделали счет 1-1, Конечно, хотелось бы 2-0, но не пошло, ну что ж поделаешь, ну и команда Зэм Монголс, давайте посмотрим как раз таки их статистику, у них 1 ничьян и 2 поражения, ну находятся они в одной точке с командой Рейв, конечно, статистика не впечатляет, так что нужно тащить 2-0, и то не факт, что шансы будут, ну ладно, посмотрим, что у нас здесь будет, давайте я сейчас открою статистику Монголсу, Потому что, ммм, просто не видел эту команду еще сегодня, на матчах, в принципе, вчера тоже не напляет 71% за 7 пиков, ну вот Медуза, ЦК, Земеля, ну понятное дело, что Висп с ЦК, но в случае чего он сможет быть еще и с Медузой, так что есть варианты, ну и пикают себе Айма Монгол, чтобы законтрить эту Медузу, так что, также у них есть Тайтхантер, Винга и Бесмастер, ну и по банам это Фурион, Энчантерос, Лондруид, Свен, Дум, Баунтихантер, Бэтрайдер и Бесмастер. Вич Доктор, также Инвокер, отлетает у нас бан, ну и кстати Монголсы очень слабы против Земеля, смогли выиграть всего одну карту из трех, вернее даже из четырех, из чего он сможет быть еще и с Медузой, так что есть варианты, ну и пикают себе Айма Монгол, чтобы законтрить эту Медузу, так что, также у них есть Тайтхантер, Винга и Бесмастер. Ну и по банам это Фурион, Энчантерос, Лондруид, Свен, Дум, Баунтихантер, Бэтрайдер и Вич Доктор, также Инвокер, отлетает у нас бан. Ну и кстати Монголсы очень слабы против Земеля, смогли выиграть всего одну карту из трех, вернее даже из четырех. Встречались они за прошлый патч, но и как-то не шло, так что посмотрим, научились ли они контрить земляного спирита. Ну как раз таки-то один герой, который, против которого они слабы, вот по статистике уже по матчам там четыре и более. По поводу вопроса, на какой платформе создаются эти матчи, Фейсет это только открытые квалификации. Сейчас играются закрытые квалификации, это все вручную, все через лобби, все... Все серьезно, все серьезно. Ну и что, последний пик. Набирать Монголсам нужно, ну скорее всего, Мидера. Хотя могут и намудрить, кто их знает. Я думаю, Бесмастер и Винга будут тут с упортами, Тайтхантер будет Харленером, ну и АМ, понятное дело, будет Керри. Я не думаю, что намудрятся с АМом. Ну а там ЦК Висп, скорее всего, на Изилене, Медуза, Мидземелья, Суппорт. Ну и остался, получается, Харленер, хотя тоже всякое бывает. Ну, кстати, анонс, появился ли этого матча в паблике Dota2RUHUB в ВКонтакте. Сейчас посмотрим. Так, AdFim у нас играет против команды Rebels. Который, конечно, катает круто. Надеюсь, у них все пойдет в том матче. Ну и нет, пока анонса нет. Писать пока текст мне, что не хочется в паблик. Я и не успею. Сначала матча. Ну и Квапан залетает для Монголс. Квапа Мидер, понятное дело. Ну и что, доберут себе сигнатуры. Кстати, бонус тайма они совсем не тратили. Все еще 2 минуты 10 секунд у них имеется. Так что вот они знали, что себе брать. И похоже, есть какая-то заготовочка. Или, возможно, играет против Монголс и знают, какими героями нужно против них исполнять. Ну, по крайней мере, по разумею, статистика есть, что это самый... Один герой, против которого Монголсы слабы. Ну, как раз по статистике. Кстати, что сигнатур, давайте тоже посмотрим. Я в прошлом матче уже это чуть-чуть озвучил, но все-таки давай я более детально тут просмотрю, что пикнули, что взяли. Вернее, что пикнули, против кого играют. Так, сигнатуры. Сигнатуры. Висп. 5 игр, 40% винрейта. Играл на нем Джабс. Ну, кстати, Джабс играл у нас и на Земели. 11 игр, 45% винрейта. Так что непонятно. И Слардар залетает на последний пик. Ну, Слардар будет хардейнером. По всей видимости. Хотя Слардар раздит упор, там мы сегодня видели. Так что, может быть, и Земеля будет стоять в харде. Поглядим, посмотрим, что она думает. И, кстати, по статистике, сигнатуры сильны против Тайтхантера. За 3 матча они ни разу ему не проиграли. Так что знают, как играть против Арбуза. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет в этой карте. В принципе, пики сделаны. Пиков больше нет, так называется. И давайте переходим уже к комментированию матча. И я успеваю отвечать на вопросы в чатике. Откуда у меня Ник пришел? Страйкбол. Я играю в страйкбол. Раньше у меня был, ну, как раньше. Лет так до 14. Или даже до 15. Ну, не помню. Был у меня никнейм Кастиан. И для страйкбола он был слишком сложным. У меня появился Ник Техас. А после меня начали называть на Сталкере Тексас. И я решил, что Нормас пойдет, сменю. И меня, в принципе, устраивает. Ну, и, конечно, хорошо то, что никнейм получается довольно-таки уникальным. Потому что такого я нигде не нашел. Правда, после я уже все-таки смог загуглить. И нашел, что была одна актриса в жанре фильмов XXS. И был у нее псевдоним Тексас. Так что немножко, конечно, есть такой момент. И есть шанс, что с этого будут рофлить. Да, было уже такое. Человек залетал, а кто-то это тоже нашел. Так что вот есть момент для каких-то там шуточек по этому поводу. Ну, ладно. Я, в принципе, не обижусь. Сам уже про это знаю. Так что не страшно. Да, в общем, монголцы. Давайте посмотрим, кто на ком играет. У нас не добрали героя себе еще трасты. Так что пройдемся как раз-таки по монголам. Ой-ой-ой, какой же никнейм у него сложный. Орион Боллар у нас играет на Vengeful Spirit. Retribution у нас играет на Аэмя. Маскьюарда у нас играет на Бестмастере. Прокси играет у нас на Тедхантере. Как же я тебя люблю. И Санка играет на Квапе. Тебя я тоже люблю. Нормальные никнеймы. Вот это что-то сложно. Нужно было прочитать, наверное, заранее. Посмотреть, как это произносится. Что-то я не в курсе. Ну и MyProm. У нас играет на ЦК. Краски MyProm. У нас мидер команды. Так что все-таки ЦК, Висп будут в Миду. По всей видимости, Бумбилл у нас играет на Виспе. Джабс у нас играет на Earthspirit. Ну и Лейклс у нас играет на Медузе. И вот такую вот картинку нарисовал у нас. Что это? Не знаю, что это. Она просто обводит мини-карту Лиса Дамы и так далее. Ну и да, у нас будет Хардлейновым. С Ладаром здесь Абом. Потому что именно он играет на этой позиции. Ну и С Ладар решил пойти поставить Варду. Ну вот, конечно, пишет у нас Have Fun. Не желает удачи. Желает только веселья. Ну, знаете, это в принципе вполне правильно. Потому что обычно желать удачи своему оппоненту это странно. Потому что вы находитесь внизу турнирной сетки. И желать удачи. То есть вы желаете как бы врагу победы. Потому что вам нужно вырывать серию 2-0. На Усхайфан, да. Развлекайтесь, но проиграйте. Вот это норм. Вот это вот хороший подход. Что, Вард уже стоит. Вард довольно-таки глубокий. Но, правда, он блочит спаунда на самом кончике. Но все же. Вот этот Альт. Я думаю, игроки юзают. И Девардица это очень легко. Правда, смотри, пока не имеется. Ну и Вард успел поставить у нас уже Вингам. Ну и что, у нас будет стычка за нижнюю руну? Или нет? Или да? Пока не ясно. Но все-таки Монголса здесь побольше оккупирует линию. Винга пошла ставить Вард еще и куда-то. Да, поставила Вард. Прошла все-таки поставить его Кларошана. Но все-таки он довольно-таки ранний получается. И целых 2 Варда на одну линию многовато будет. Ну да ладно. Решили, что именно такой Вижен им нужен будет в начале игры. Ну что, Вик пошел у нас от Слардара. Не видел, что Винга стоит в Рашпите. Обожел вокруг елки и понял, что нет, пацаны. Я все-таки уйду. Попытаюсь подцепить, но нет. Подцепить будет слишком сложно, так что Слардар будет жить. Руна у нас для Виспа и руна для Квапы. Ну и Висп, понятное дело, покупает себе сразу же боттл заработанной капусты. Да, Висп мастер у нас суппортирующий прокси у нас в Харде. На Тейдхантере Висп мастер-суппорт. Это уже норма получается для Азии. С аэронталоном фармить довольно-таки быстро. Если на Квапов повезет, то поднимается ХП очень-очень бодро. Ну, это нападение прошло небольшое у нас на Санке. Пробили. Ну, в любом случае, выжить будет. Как раз таки, посадил дерево, сразу же его съел. Ну и восстановит себя очень много ХП. Ну, Аэма начинает уже разминать. Потихоньку здесь Слардар. Правда, он находится рядом сейчас земель, пытается пока поотребаться. Но, правда, я ему сейчас очень больно. Нужно отойти, Квапов тело, навыки много. Так что нужно уже и хил потихоньку тратить. Ну, и Слардар купил себе манго, так что будет случилось дополнительный реген. Ну и, конечно же, при необходимости можно будет съесть. И неплохо кого-то подстанете. Пробиваете плохо, но здесь... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй выживает и откидывает составом. Неплохи Винга, Бодиблог пошел и все-таки выживает. Антимах, Ясальву и будет теперь фуловый. Да, сигнатурки прошлой игру довели до счета 1. 1. Я, кстати, заметил, что вот в этот раз, по-моему, ролик с Трейлером Анила играл сейчас без проблем. Я так и не по-вощим проблемам было в том, что пробылал звук частично в ролике. Но и по-моему, я, в ингу пытаюсь его бить. Феррус Блад, в принципе, близок, но не так близок, как хотелось бы, потому что есть Фаер, и Винга в итоге выживает. Правда, вот тут в Медуе, смотрю, очень глубоко заходят сигнатуры. Квапа, бедолага, стоит уже под Т2 вышкой, а все-таки на таймере минута 40. И как-то далековато будет. Ну, кстати, Тайдхантер на топе чувствует себя вальяжно. Гоняет он Медузу, ну и Лейклзу пока неприятно. Всего лишь 6 крипов убил. Хотя, как всего лишь, это... В краске примерно максимальный показатель, но все-таки ХП теряет, Тайдхантер потихоньку до бока мнет. Ну что, где же у нас будет Феррус Блад? Пока не ясно. Ну, скорее всего, снизу, потому что там агрессия довольно-таки большая. Винга в Инвизио, правда, первого левела, есть уже второй, вкачал себе в Афтерору, но и будут ли нападать, не факт, потому что Саймом убить крайне сложно. Ну, а Бессмастер следствует пока выходить не собирается. У нас снова, пошел у нас рифт. Пусанки, осанки, делал блинкаут, и все, в принципе, вполне стандартно. Ну, попытаюсь напоймать нас куцы блинка, ну, наверное, вряд ли. На топе, Тайдхантер уже очень далеко заходит, гоняет там потихоньку Медузу. Медуза 4-го левела, Тайдхантер тоже 4-го левела, но вернее Медуза почти 4-го левела. Чуть-таки не дополучил, но сейчас будет. Ну, формят, формят, формят пока лучше всех Бессмастер, но все-таки он лесник у нас, так что ничего необычного. Ну, а по линиям 11-10 крипов, в принципе, у всех примерно равное количество. Ну, да, конечно, Бессмастер вот в лесу быстро поднимается, уже 4-й с половиной левел, минута так-то третья. Так что вот лесник, Бессмастер, класса заходит. Да, броню не очень много, краски 5 плюс 2, аренталоны и вот два кабана. Классный билд, классный билд получается. Ну, и главное краски по пику, там не натупить, чтобы вот не просаживались и не было каких-то там лесников, которые заходят в лес, убивают краски, как и Менчатерс, было в прошлой игре, или Баунтихантер, но тут ФБшечка от АБ, убивайся все-таки Винджи Фосперит, да, тут было все понятно, довольно-таки далеко. Зашла, подставилась, вернее, вышла довольно-таки далеко, и это ФБ для команды Сигнатур Траст. Ну, что, Тайдуха, 5-й левел. В принципе, арканы уже скоро будут, так что нас спамливать по Медузе будет еще больше. Медуза, кстати, качается у нас через Маношилд, Мистик Снэйк и Плюсики. Плюсики уже, конечно, в единичку. Ну, и вот полетел Мистик Снэйк, и впадает краски по Прокси, так что Маны не потерял, прожимает краски арканы, и вот готовы дальше ломать кабинет. Правда, тут рядом находится Виз, так что попытается побить он с Прокси. Конечно, есть там у нас Спирит, пока летает, у нас Винга пока убивает снизу земель, но Тайдхантер, понятное дело, будет жить. Даже убил его около Рошан, пробивает Тайдхантера. Ой-ой-ой, Прокси в опасен, опасенной ситуации, но все-таки выживает. 1-1, 1-1 и 3-3-2. Почти 3-2-2, но нет. Ну, как раз и залетела информация, что Монголы 0-2, инфо-сотка 3-2-2 матч. Ну, не знаю, не знаю, посмотрим, что здесь будет. Статистика у них весьма неплохая, хотя положение по группе незавидное. Ну, и Винга погибает у нас в итоге. От Лордара, АМ пытается повоевать, кстати, АМ, что по Крипам, 21. Ну, неплохо, несмотря на то, что тут линия такая вот напряженная, но все равно фармит хорошо. Рифт? Нет, не заезжал все-таки по КВП, КВП 4-го левела, что у нас у ЦК. У ЦК уже почти 5-ый, в принципе, ну, там, у Копы тоже скоро будет 5-ый, так что более-менее все равно, что по фарму 23 на 11 против 6 на 5. Ой-ой-ой, как уже КВП 7-ый не дофармит, как-то я не заметил даже этот показатель по КСам. Ну, и проблемки, проблемки в миду, все-таки вот эта вот дабла очень сильно напрягает. Да, и ЦК не дает жизнь КВП, постоянно притягивает, тратит она на блин, блин, кулдаунится 15 секунд, так что вот можно этим воспользоваться. Но пока не юзают это, но решили, вот пора, хватит терпеть, нужно пойти ее поубивать. В принципе, есть рейваж, венга у нас 3-го левела, нет, конечно, еще у нас у них ВВ, но есть зато скрин 3-го левела, ну и будет врываться, нет, не получится этого сделать. Отошли все-таки отсюда у нас это парочка висп ЦК. Ну, вот уже делаются стаки, понятное дело для Тайтхантера, все-таки он единственный, кто может это все быстро выформить. Конечно, да, есть еще АМ, который тоже может выформить, но для этого нужны альтемы, для этого нужен БФ. Ну что, 1-2, 6-ая минута, давайте посмотрим уже на левелам, потому что ласкеты уже, в принципе, не так уж важны. Как мы видим, по левелам есть преимущество у монголсов, венга чуть-чуть просаживается. И что у нас по нетворсам? По нетворсам на первом месте находится Бистмастер, лесник неплохо отыгрывает, 2-500, пошел реверч, подцепили краски кончиков, там Медузу, Праймалурор имеется, пошел Праймалурор, но и Медуза, бедолага, потихоньку, подчетает отвернув, висп это подцепит, но нет, увы, всего 4-й левел, не получилось ее отхилить, пытается убить виспа, кабаны, конечно же, имеется, кабаны уже подцепили, пошел слоу, ну и виспу очень больно, ну и бумлей взрывается очень быстро. 3-2, 3-2, седьмая минута, увидим, упал почти 666 голды, почти, но снова не столько, сколько хотелось бы, но поделим, что у нас пока что по аэму, а я ловит у нас неплохие тычки с ладара, но все-таки не погибает, был на нем афлифа дэмэдж, но квапак, зас рядом, залетел Соник Вейв, и в итоге это минус ладар, 4-2, 4-2 в пользу монголс, и на топе падает вышка, так что неплохие такие моменты, получается, для команды на конец стадии, на концовку стадии ленинга. Ну да, в принципе, напоминаю, что Сиггантур Траст против Тайтхантера за прошлый патч, вернее за последние 3 месяца прошлого патча, имеют 3 игры против Тайдам, и все 3 игры они победили, так что умеют играть против этого героя, ну и посмотрим, посмотрим в этом патче, изменится ли это, или все-таки будет поражение. Ну, пока не ясно, конечно, мэплифайдэмэдж повесили на Бистмастера, пытается его пробить, станщик и бист в таверну. Ну, посыпили там еще и Вингу, да, скину с Кашиностаном, но, увы, тут аж 5 героев, и стан только по одному залетает, так что дальше ничего не сделает. 4-4, счет равный, 8-ая минута по фрагу в минуте у нас пока что на карте, ну и, как мы видим, Бистмастер все еще удерживает первую строчку по Нетворсам, конечно, погиб, но все же на первом месте пока будет находиться. Ну и ЦК у нас с 7-го левела будет входить себе в Армлет, по всей видимости, что есть у Тайдхантера. Тайдхантер, кстати, пока не ясно, во что будет входить, будет ли это Блинг Даггер или Мека, потому что вот по прошлому патчу была статистика, что Тайдхантер с Мека имеет, вероятно, больше, чем Тайдхантер с Блинком. Так что вот пока не ясно, пока не ясно, нужен ли ему здесь Блинг, вернее, хочет ли ему покупать, в принципе, Блинг на этой идее всегда круто, но и Мека, краски фастовая, потом Грисы, это тоже очень полезная команда. Ну и по статистике все-таки, стата не врет, Мека заходит очень-очень хорошо. Винерейт, по-моему, процентов 65, при том, что с Блингом винерейт порядка 40 процентов. Ну, краски, я имею в виду, про первая там фастовая, только-то там минуты, по-моему, до 20-й и 25-й. Ну, в общем, как-то так. Девятая минута, давайте заценим, что происходит у нас по графикам. 2000 голды, ведут монголсы, вели почти 3 в какой-то момент, ну и, в принципе, эксперт, то же самое, вели почти 3, теперь у нас почти 2000. Ну и вот уже первый, не кричи, готовый у нас у Бестмастера, есть у него Праймал Аррор, так что можно пойти его идилизовать, почему бы и нет. Ну и выезжают, как пора, непонятно куда, скорее всего, на нижнюю линию. Ну, конечно, можно было попробовать выйти в мид, но решили выйти вниз. Висп, ну да, конечно, неплохой таргет, но левел, конечно, маленький, пытаются уйти, телепорты пошли. ЦК, цик, мчится, цик, мчится, но должны его, наверное, все-таки цеплять. Висп, конечно, подсоединился к нему, но нет, не поможет ему здесь выжить, все-таки слишком много деммаж, пошел Праймал Аррор. Хотя все еще живет, все еще отхиливает, ультимейт такой залетает неплохой, все еще живет, но мановой, щелкается, наконец-таки, у нас ЦК убивает, при этом Вингу, в конце, что еще земель, земель, что было, так что есть магнитайсы. Кстати, вот влипли теперь у нас монголы, но нет, КВПа добивает, Виспа, размен 2 в 2 получается, и Слардар пытается жить, пытается скрываться, ну и вроде бы живет. Так что за ним выехал Некраши, но нет, Некраши его, понятное дело, не убьет. Хотя до конца гейминг пошел, Скрим залетает мимо, блинкаут уже без маны на КВПе. Ну и, кстати, Абамансит, Абамансит, но Айм не хочет его отпускать, и Айм отправляется в таверну, размен в итоге 2 в 3, и драка продолжается, пока что это не конец. Решила Винга сюда вернуться с телекорта, пытается подцепить, КВПа вернулся уже с маной, в принципе, висела все еще подлифать демашь, в рвы, пошел у нас вроде бы не покой, у нас по джапсу. Магнитайс неплохо раздамажил, но нет, демашь в писал все-таки маловато, и тиммейты, похоже, не получится добить, но затопаем Альвингу, Винга в таверну, и размен получается 3 в 4, по-моему. Хотя я не уверен. Да, краски, вот, 4 фрага клипанули, а тут 3 клипанули, потому что счет был 4-4. Ну, такой файт затяжной получился, Винга успела умереть и вернуться с телепорта, и еще раз умереть. И Мека все-таки появляется на Тейт Хантре, да, про статистику в курсе, у нас монголы, так что вот решили именно так собраться. Ну и да, в принципе, это довольно-таки метово, покупать на Тейт Хантре Мекку. Ну, хоть это было и в прошлом патче, но все равно времени прошло слишком мало, и мета еще прям-то глобально не поменялась. Ну да, конечно, Мирана залетает в пике часто, Мирана загони вам. Понятное дело, что это уже из новой мета, но все же. Старые герои, которые пикались еще не часто, собираются по тем же билдам, как было и ранее. Ну, как мы видим, сигнатуры Медуза находится в топ-1 по Нетворсу, но далее идут целых четыре героя команды Монголс. Ну и там ЦК борется за места сеймом. Пошел Промел Рорс, ЦК пробивает, реверч пошел, неплохой реверч залетает, и как же там раздамажен, но все-таки был Сонгейск. Сонгейск, как-то немножко позвольте, Тейт Хантре не успел откился, он Энтер Смешн, но в любом случае тут уже минус 2 поцепили, Сабу в свап пошел, и Абов Таверн должен отправляться, да, никуда он отсюда не уйдет, Гаж залетает, и это киллинг сприт для Санке. Все оформили по одному фрагу, хотя нет, даблкил был от Аэма, но в любом случае это минус 3 для команды, Монголс счет 11-7, и будет подать еще и Тавр, а что у Аэма? А у Аэма скоро будет БФ. Что в Курире ему летит? Возможно, уже готова, нет, это ПТшка. А, да, все-таки я немножко переоценил его мощь, 12 минута, что-то я прям загнул. Ну, обычно Аэма называется драки чуть побольше, когда уже айтемы какие-то там появились, а, да, что-то я совсем не хотел внимания на время. Я даже думал, у нас минута 17, всего 12 идет, пытается подцепить, пока проживается Мека, пытается разойтись, в принципе, пока только кайтят, телепорт достает у нас Винга, но ловит Стана и отлетает в Таверну, но не страшно. В любом случае, файт был выигран, еще вышку спушили, потерять Вингу. Это вообще не обидно, все-таки Винга такой герой, который погибает. Ну, по крайней мере, в топ-3 смертей находится на каждом турнире. Конечно, если она пикается часто, но Винга пикается часто. Она занимает там примерно первые места в опекаемости. Там Винга, ну, по суббору, там Винга, Вич-Доктор и... Ммм, кто же еще? Ну, наверное, земелья. Ну, точно Винга, Вич-Доктор. От про земелья не уверен. Ну и вот, первые Некрочи были собраны довольно-таки ранние, вторые Некрочи уже имеются, так что Бист очень опасен. Ну и как раз-таки этот лесник заходит очень-очень классно. Ну, мне нравится. 2-2-6 у него в итоге КДА. Ну и что у нас по КДА вообще имеется? Вот, конечно, впечатляет, КДА на антимаге. Все-таки вот это АМ. И обычно у АМа там... Ну... 2-3 файта принял участие. Ну, фрага, имею в виду. Оформлен там с ассистами или с фрагами. По КДА и все, больше ничего нет. А тут АМ, у которого уже КДА равно 8. При том, что сделали один из фрагов. То есть АМ присутствовал... Не присутствовал только при трех убийствах. Это... Классно. Такой-то активный АМ. Неплохо заходит, потому что он третий АМ и хороший. И левел уже 11-й. И БФ скоро будет. Ну, довольно-таки быстрый. Так что класс. Я уже даже немножко его переоценил. Но БФ уже был куплен. Но все-таки минуту я немножко пропустил. Думал уже чуть побольше. Ну, ладно. Не суть. ЦК у нас уже с армлетом. Ну и барабаны. Кантели купят. Закидывая станчик по Венге. Ну ладно, это Венга. Можно финалнуть. Кстати, уже 6 смертей Венги. Погибалов здесь только на в команде. Потому что там 12 всего фрагов сделали. При том, что 6 раз умирала Венга. У нас Тайдхантер здесь. Тайдхантер есть. Ревоч. Тайдхантер пока не откидывается. И просто толпой разминают бедного ЦК. Прямо Лор. Ну и Майпро в таверну. Закитает вроде бы неплохой кирпич. Но, увы, не поможет. Слишком много героев. Убьет ЦК. Ну и Киос Кнайт отлетаясь в таверну. Неплохо. Хорошие минус 2. Ну и напоминаю, что это у нас четвертое, последняя Best of 2 серия второго игрового дня азиатских квалификаций. Первая карта, как мы видим по счетам. Best of 2 формат. И... В принципе... В принципе все. Наверное. Тут я хотел сказать еще, но как-то подзабыл. Ну да ладно, потом озвучим. Если припомню. А, точно вспомнил. Но на этом мой игровой день сегодня не закончится. Я сегодня буду комментировать еще целых 3 Best of 2 серии Америки. Так что обязательно через так часиков несколько приходите на третий канал Рухаба. Ну что, айтемы. Да, пора бы посмотреть. Давайте посмотрим. Седьмой левел у нас у Винги. Есть у нее... Транквилла есть Маджик Вонт. АМ БФ уже скоро будет. Буквально писечки не хватает. Не хватает одного Бродсворда. Бист. Скоро будет третий Некрачи. Очень-очень быстрое. Тайтхантер. Тайтхантер Мека. 1700 голды. Возможно хочет блинка. Возможно грифт сюда купит. Но все-таки блинком попахивает. Ну а Квапа выходит себе ворчит. Сигнатуры. Девятый левел. У ЦК. Армлет. Ну, хочет барабаны. Висп с урной. Седьмой левел. Слардар. Десятый левел. Хочет купить себе... Тоже Армлет. Земеля. Земеля восьмого. Особо ничего нет. Есть только Арканы. Ну и Медуза с Яшей. И в принципе есть еще Брейсерок. В принципе есть Виндейс. Так что возможно тоже будут барабаны. И вот. БФ готов. Шестнадцатая минута. Ну, не самый быстрый. Но у Аэма очень классный КДА. 2.06. И все равно он занимает там первую строчку конотворца в своей команде. Конечно Медуза перефармивает. Но БФ есть. Аэма с БФом фармит быстрее, чем Медуза. Сплинтершотом. Вернее сплистшотом. Сплинтер немножко не туда. Меня понесло. И Блиндаггер появляется у Слардара. Что это? А, это Попа. Не знаю, почему статуи не работают в приближении. Валве. Фикс Дисплейс. Это Морфлинг у нас. Что там есть по статуям. Бруда и террор. Что такое? Как Росомаха. Борода. Что это? Какое-то? Или я что-то упустил? Билды. Не билды, а шмотки на террора. Ладно. Не суть. Ну, такой интересный скан по топу. Не знаю, кого там искали. Ну, да ладно. И, кстати, кто-то наживал сигнатуры. Ну, и, кстати, монголсы скан не в пулдауне. Так что можно будет что-нибудь допропалить. Ну, и смог вылазка на топ. Аэм здесь, в принципе, земелья плюс Слардар. Ну, не фаж. Что справиться? Хотя врыв пошел. Конечно, будет впадать. А, там еще и висп ЦК залетает. Ну, и стан залетел. Трехсекундный. И это минус антимаг. Точняк, точняк. Есть же висп. Ну, и 21 фраг у нас сделан на 18-й минуте. Детал голоден. 1400 хп падает за эмом. Здесь у нас солидная сумма. А в это время начинает падать Рошан. Как мы видим, преимущество 5000 по голоде за монголами. По экспе в районе даже 8000. Весьма солидная. Ну, и Рошан потихоньку сыпется. Правда, там висп разомажен довольно-таки плотно. Но там напали на него крипы. Залетается. А он пошел магнетайс. И так в прошлой катке. Повторяется у нас то же самое действие на Рошане. Пошел Стоунгейс. И магнетайс. Рэмэдж кастуется. Рошан падает. Аегис достается у нас для кого? Для кого Егис? Я даже не вижу. Вот. Забрала Винга. Но в лимус случае тут уже минус. Три Винга. После Егиса встает. Но Вингу здесь, понятное дело, убьют. И снова триплкил для Майпро. И Квапа только выживает в этом замесе. В принципе, с учетом потери Егиса здесь было минус 5. Но Квапа все-таки выжила. И ухо с телепортом. И убили лишь виспам. Очередной кайт на Рошане. Где зарешал очень плотно земель. В прошлом году. Было у нас это в прошлой карте. Между. Сигнатур Траст и Экзекрейшн. Вот примерно то же самое. Там тоже классно так вели-вели. Но что-то не пошло. Красиво. Красиво. Ничего не скажешь. И вернули себя. Вернули себя в игру. Кстати, вот АМ отступил в файте же. Точно. Он же по гипнотоме. Так что, ну, можно его не читать в этот файт. Но все равно по таймингу было примерно там разница в секундах 10-20. Так что вот можно считать за. Полный файт. Ну, кстати, Венгарта как агрессивно нападает на Слардара. Но не победит Слардар. Потому что это вообще и Медуза. И плюшки под наплевать дэмэджем очень болючие. Протел еще Мистик Снэйк. И вот эта смерть за Венгой прожимает на нас смайки. Но, увы. И ах, это не поможет. Ну и 14-13. Камбэк Израиль. Как мы видим, отыгрались уже почти до нулей у нас сигнатуры. В принципе, по экспертам 2-500 остается преимущество у Монголс. Как мы видим, по левелам особого проседания нет. Ну, так что вернулись. Вернулись практически в нуля. Или в нули. Ну и Слардар у нас уже с армлетом. Ну, кстати, такой билл на Слардаре, похоже, будет Эко Сейбр. Кстати, у нас Слардара он заходит очень классно. Такие там плюхи выписывает. Не забываем про то, что есть шанс Баша 25%. Как раз скажу про Макшиной. И 120 Стерона. Как раз таки, под Эко Сейбром 2 твички. Ну, шанс ставится крайний велик. Все-таки там рандом. Ну, как раз таки, не 25-25. Как раз таки, на первую плюшку, на вторую плюшку. На Слардаре. Для кого интересно, то можно посмотреть гайд от Энесса про псевдорандом. Я точно с цифр не помню. Это особо-то и не важно. Но, в любом случае, шанс на вторую твичку. Именно с Эко Сейбра выписать Баш. Как раз таки, эти 120 Стерона крайне велик. Вот Медуза. Единственная Творца. Как раз таки, это первый герой, который достиг десятки. Сва пошел на орали на бедного Майпро. Майпро в таверну. Как он здесь сказался в соло, непонятно. Теряет свой кивен спрей. Но, при этом, убивает на сквапу снизу. Как она здесь сказалась, тоже непонятно, почему там была в соло. Просто так. Решили фидануть. У нас два мидера. У них это получилось. 15-14. Ну и. Подпушивают потихоньку Монголсы. Тавер еще и по миду. Минута прилетел. Пошел Стонгейс. Бывайте, Елен Куманы решили очень быстро. Ну и что? Будет ли дальше драться? Или все-таки не стоит? В принципе, про Варвара так-то нет. И припадемж повесили у нас пока что по Бесмассе. Летают у нас топоры. Ворвался Тейт Кантер. От Хайтера поймали. К раз, хитражу на Сайлансы и на Станы. Так что Реведж не вкастовал. Так, думаю, возможно, что-то и получилось. Но нет. Так падает только вышка. Отойдут. Ну и вот. АМ достиг показателя в 10 тысяч Нетворса. Мы его, кстати, поздравляем. Ну и, кстати, выходит на себя в покупку Манта Стайла. У него, кстати, 14-й левел. Ну и Квапан. Квапан. Выходит у БКБ. Есть уже Укрклаб. Есть уже рецепт. Так что нужен лишь один Митрилхаммер. Так что скоро? Совсем скоро будет. Что о графике? Нам показывают. Да, вот Монголсы фармят чуть получше. Понятное дело, в команде есть антимаг. Потому что преимущество снова потихоньку растет. Теперь 2 500 по голде. Ну и по XP примерно столько же. Прям до нуля камбэкнуться не получилось. И Вейлл оф Дискорд. Появляется у нас у земель. Кстати, у него 11 левел. Так что демажа выписывает уже очень и очень много. Ну и грифсы. Да, это грифсы. Готовы они у Тайдхантера. Ну и, кстати, вот. Подходит к концу пятый час сегодняшней трансляции. По крайней мере, только этой трансляции. А меня ждет еще такая же серия из трех Best of 2 матчей. Так что сегодня я работяга. Вот БКБ готова у нас у ЦК. Ну, не знаю даже. Обычно БКБ на ЦК не лучше. А там все-таки там и в Виспубу тяжело тизерится. Залетает с Реликейта. И зачем? А просто так, почему бы и нет? Или там что-то было? Возможно, я что-то упустил. Ну да ладно. Грифсы готовы у Тайдхантера. Вот графики поддержатся на одной строчке. Пока ждем. Пока ждем фарма. Сколько там голды? На руках 3500 уже. Ого! У Медузы 16 левел. И будет, наверное, Монтар. Не думаю, что будет что-то другое. 2000 голды у нас у Антимага. Ну, понятное дело, Монтар есть. Уже рецепт остался только один. Ультимейт Орб. И 2000 есть у нас у Бестмастера. Ну, наверное, Блинг. Хотя, может быть, и Травела. Но Блинг все-таки будет попрофитнее. И Слардарич. Имеет у нас тоже 2000. Ну, Эко Сейбер я бы купил. Мне кажется, это будет все с самым топовым айтемом для него. И где он Сокосейбер находится? Вот он. Ну, я бы купил именно этот айтем. Он довольно-таки дешевый. 2600 всего лишь. И уже почти хватает. Ну, посмотрим. Ну, знаете, я так подумал. Почитал так в чатике по поводу ЦК Вен. Ну, да. Тут как бы есть ЦК, есть Медуза. А там всего один АМ. Хотя, вот Квапат может быть очень жесткого от Квады Пейсера. С руки. Если китает Ханта в команде. Все-таки два рейведжа. Вы, те очень сильны. Там БКБ. Ну, появится, понятное дело. Еще. И они просядут. По зарядам. Так что вот. Даже и не знаю. Еще и про Малорор. Может быть даже будет с рефрешером. Пока не ясно. Пока не ясно. Ну, лейт тут, конечно, жесткий. И одних и других. Да, конечно. Там два явных керри. Лейтовых. Ну, Квапа не прямо такой явный лейтовый керри. Но все равно она очень много вдамаживает. Потому что если будет такой грамотный скилл билд. Настроенный уже под ситуацию. То ТПС тоже будет списывать очень много. Ну, и АМ. АМ силен. И вот БКБ готова у Квинов Пейн. У него, кстати, 15 левел уже. Ну, и на ТОПе падает вышка. Правда, убивают ее крипы. Так что голды чуть-чуть не дополучили. Ну, и вылазка в смоках. Вис, понятное дело, привезет Медузу. В случае чего полетели уже залетать. Да, как раз я на Безмассе прошел. Сва поцелили. Неплохо есть, в принципе, Парамаро. Пока не кастуется. Кастуй Парамаро. Потому что ничего ты не сделаешь. В этом вайте. Прожимается ВКБ у нас ОЦК. Поцепили Тайтхантер. Ревач был потрачен. Ревач неудачно. Ну, и Прокс пытается ухти. Говорим, Гривсы пытается бежать. И Блинк Даггер кастует и уходит. Ну, и в итоге размен один в один. Вот так вот все просто заканчивается. Ну, понятное дело, плюс для сигнатуров. Хоть убили они суппорта, потеряли суппорта. Но, в любом случае, убивают еще и Вингу. Я даже не заметил, что оно тут осталось. Тогда два в один. Ну, и тут уже, понятное дело, размен в их пользу. Ну, и, наверное, самое главное, это то, что Пытатель Ревач. Тайтхантер еще подцепили в Миду. Пытается пока что-то уйти. Конечно, есть. Там он приводит дэмэдж. Залит кирпич. И Тайтхантер, Прокси, минус. Ай-яй-яй. Неудачно зашел. Копа врывается. Пытатель Лабинг прожимается БКБ. Пытается теперь уйти. А я, кстати, тоже рядышком. Так что готов повоевать. В принципе, маны мала у ЦК. Но все-таки монопул довольно-таки маленький. Пошел мановодит. Есть армлет, пока играется. Пытается жить. Но нет. Не больше магнитаз пошел. Но, конечно, воевать против Аэма крайне сложно. Но, благо, есть минус зарядом. Так что врываться дальше не будут. Ну, и получается, что 2 в 2 был размен. Потом убили Тайтхантера. И теперь потеряли двоих. Ну, и этот файл получается в плюс для монголов. Ну, что. 18-17. Минимальное отставание по фрагам. У сигнатуров всего один. Как мы видим, по голде ведут порядка 4 тысяч. Даже чуть более. Уже скоро будет под пятеру снова. За монголами. Ну, и по экспейтамерам ведут они в районе 6-6-5-100. Ну, что. А это мы посмотрим. Давайте это сделаем. Вопа. Купила себе плейтмейл. Скорее всего, это нашиву. Тайтхантер. Ну, гривсы. Это мы видели. Если бы большой суммы, он не обладает после этого. Бестмастер. Блинкдаггер. АМ. 2800 уже имеет. И что есть у нас в Винге. То есть выйти на покупку Глимер Кейпа. Есть только лишь Клоака. ЦК. 1300 после БКБ. Висп. Тоже хочет Глимер Кейп. Слардар. Ну, скорее всего, хочет БКБ. Потому что, если бы хотел купить себе Эко Сейбер, то он бы уже его купил. Земеля. Земеля. 1300 после Дискорда. Ну, и Медуза со свежим МКБ. Решила бы команда Стайл не докупать. Ну, и, кстати, на руках 1800. Но все же АМ вырвался в топ-1 по Нетворсу. И АМ уже с Муншардом. О, с Муншардом. С Кайперстоуном. Возможно, будет Муншард. Потому что Кирасу обычно на имя не видно. Хотя, кто и знает, это Азия. Их там всякие билды бывают. Ну, конечно, АМ агрессирует. Довольно-таки далеко заходит. Все-таки убить-то его можно. Ну, да ладно. Она тут пошла на сагрессия. Подспили Майпромой, пропад БКБ. Но все-таки выжить не получится. Пытались агрессировать на Квапу. Веси с виспом не получилось. Сорян. Ну, кстати, монголы. Было просто, кто это такие. Монголы попали на закрытые квалы по прямому инвайту. Если что. В принципе, информация есть на сайте cybersport.ru. Если кому интересно, можете посмотреть. Я, увы, сейчас озвучить ее не смогу. Потому что игра идет. И я не успел. Не успел эту информацию найти. Потому что матчи начались чуть ранее, чем я ожидал. Просто первый матч. И, соответственно, все матчи идут для задержек. Так что не успеваю. Не успеваю я найти информацию. Как это было вчера. Реведж неплохо ворвался. Вы посыпали краски двоих. Неплохо развели у нас Ладара. Пошел в Сонгейс. Пробивает пока что у нас здесь Квапукова. Таверну убивает. Также у нас еще и Вингу. Уже год лайк. От Лейкелза. Телепорт кастует у нас Прокси. Но башек с МКБ проходит. И Прокси тоже отлетает. Таверну. Ну да. Подвел, подвел меня. Хотел так здесь сделать все по таймингу. А для Таверну. Такой Татхантер умирает. А он берет и прожимает гривсы. И живет на пару секунд дольше. Ну ладно. Не страшно. 21.20. Отставание снова минимальное. Всего один фраг. 2.700 голды. И 5.566 эксп. И поднимают сигнатуры за этот файт. Ну и Маншард. Маншард появился. Ой, Маншард. Кираса, конечно же, появилась у нас у антимага. И Блинк Даггер готова у нас у земели. Ну, если честно, ревенш был не лучшим. Не стоило так ворваться. И вот АМ первый, кто достиг 20.000 нетворса. Ну да, конечно, тут все хорошо у Монголс. Целых 4 героя имеют нетворс свыше 10. Тут уже 20.000 у АМа. 13, 11, 10. Хорошие, хорошие показатели. Хотя и тут весьма неплохо. 9600, 9300. Not bad. Но все-таки вот... Тут всего винга просаживается. Но тут эти два суппорта. Хотелось бы побольше. Но всего 3800 и 6500. Рошан падает. Рошан, Рошан. Рошан за дождь взлетает. В принципе, благодарны. Не, не, не. Благодарны. Они винге. Чтобы могла убить. Висп выживать. Висп притянулся. Прямо урон пошел у нас по ЦК. ЦК у нас без АИГСа. И убивает сюда вот на халявку. АМ отбинковывается. АМ, конечно, порегенится. Нужно бы. Но уже это Раски нет. Пошел Тонгейс. И Квапа. Утимейт откинулся. Нужно убегать. Нужно убегать. Башки проходит. Но все-таки скрывается. Но дальше Погоня. Краски из Блинка. Ворвается туда еще и Роспирит. Ну и пошел Магнитайс. АМ тоже ворвался. БКБ пожимает на Санки. Понятное дело, жить будет. Ну и должны убивать здесь еще и Земель. Облинковывается все-таки. Нужно играть по Саевой. Пока размена у нас 1 и 2. Драка продолжается. Тайд Хантер должен делать Блинкаут. Ну и, наверное, на этом все. Хотя Погоня за Погоня продолжается. Ну и Квапа живет. Понятное дело, ее уже не видно. Потому что Смаки поджалала. Довольно-таки классная Винга. Ну и все. Должны отходить. Хотя, возможно, Санки захочет и убить. Хотя нет. Он и маловато. И не стоит этого делать. Там Amplify Damage уже на лесных крипов вешается. Так что... Как-то так. Ну и вот. Бабочка готова у нас у Медузы. И пора покупать МКБ. Антиманку. Потому что с Медузой нужно как-то справляться. Ну, я думаю, она и купит. Проблем с деньгами. С деньгами почти... Ну как почти. Вообще нет. Он находится на первой строчке по Нетворсам. К минимуму денег 3000. Так что МКБ скоро будет. Ну и Квапа. Квапа должна докупать себе Шиву. На руках 2700. Рецепта еще нет. Так что нужно подфармить, чтобы докупить целиком. Ну и, в принципе, желательно оставлять деньги на байбэк. И вот БКБ готова у Сладара. Кстати, у него уже 16-й левел. Ну вот, 32. 2. 3-2-2. Ю-ху. Так. Так же, не особо-то весело подзвучало. Ну да ладно. Башер. Башер есть уже АМ. Будет, скорее всего, Эбисол. Не забываем про то, что для Эбисол теперь нужен Вангуард. Так что именно его АМ должен покупать. Ну и Тайдхантер выходит в покупку Аганима. Так что скоро будет пожарником. Будет Газ лететь на всю карту. Нашел у себя Аркейн Руну. И забирает. В принципе, неплохая руна для Тайдхантера. Можно Энчер Смеш покидать. 2.8 кулдаун. Норм. Not bad. Ну и такой грамотный сплитпуш. Идет сейчас от Панголса. Они подпушивают нижнюю линию. Подпушивают также топ. С него стоит последний внешний тавер. Но в этот момент пытаются зайти по миду. У нас сигнатуры. Конечно, есть Айгас у Медузы. И хотят им воспользоваться. Но все-таки до базы добрался Антимаг. И Хьюстон у нас проблема. Нужно идти дефить к базу. И просто пошли взлетать релокейт. Ворвались на АМ. Пытаются оба законтролить. Как раз подержать контроль. Встаны залетают. Встаны залетают. И им анту поджимают. Нужно отблинковываться. И нет. Блинковывается у нас АМ. И все-таки неплохо сыграно. Хотя, мне кажется, там был доля секунды, что АМ мог блинкануться. Хотя, наверное, вряд ли. Я думаю, он там тапал неистово. Просто прожимал-прожимал кнопку. Но не получилось. И, кстати, вот Бистмастер в Солянова разваливает вражеского мидера. Неплохо сыграно. И, кстати, Бистмастер. Суппорт четвертой позиции. Ну и как в Америке. Заходит он весьма неплохо. 13 тысяч нетворст. При том, что у вражеского мидера нетворст 10 тысяч всего лишь. Как всего лишь. 10 тысяч это много. Но все равно. Это суппорт четвертой позиции. Ну и получается такой хороший размен. Убили спам. Убили ЦК. Да, потеряли АМа. Это печально. Но, может, поделаешь. Нужно было чем-то пожертвовать. Пробивает. Пока что у нас здесь Джабса. Джабса, наверное, пробивает. Плохо на Сенг. А Десантка не блинковается. Да ладно, как так? Ты не мог раньше прогонуть. Ну ладно, в принципе. Демош, конечно, там заходил хороший. И даже блинк бы залетел в какую-то сторону. Вряд ли бы ушел. Ну ладно. Ошибочка. Ошибочка. От Квапы. Убивает, конечно, земелью. Но при этом сама погибает. Понятное дело, это в минус для монголов. Ну и что у нас по графикам? Преимущество примерно 8000. По голде, по XP. Десяточка ровно. Ну и байбэк залетает от земелья. Квапы нет 50 секунд. Зачем байбэк от земелья? Непонятно. Потому что могу. Ну и падает тут вышка. Медуза спушила АМ. Понятное дело, байбэк сам не собирается. Глиф есть. Так что отдефают. Ну, как скажем, до конца. Заходят у нас пока что венга. Есть там линка, линку. Нужно сейчас будет вбивать еще раз. Есть про малорор. Но главное сейчас не зафильфер. Верываются он пока что по бистмастеру. И бистмастер, как неудобно. Здесь все получилось. В итоге он байбэк. Тайтхантера убивает. Тайтхантера я очень не вкастовал. Ну и как-то странно здесь все пошло. Байбэк от биста. И если что, байбэка нет. Страна падает. Что это было? Почему, собственно, нет. Зачем он врывался бистмастер? Прям впритык. Так как бы праймалорор рейндж нормальный. Не надо закидывать. Внутрь. Ну, по крайней мере, Егис пропал у нас у Медузы. Но в любом случае двух героев нет. Как раз таки нет ключевого персонажа Тайтхантера. Ну и как я говорил, сигнатуру Траст имеют против Тайда. За прошлый патч за три карты. Нареет 100%. Так что умеет играть против этого героя. Но, как мы видим, в этой карте тоже все идет под их диктовку. Байбэк был уже допущен. Вернее, завершен. Вот бистмастером. Он умирает после байбэка. Это минус две стороны. И... Как-то странно. Как-то странно. Если честно. Вот вроде бы было все норм. Ввели у нас Монголу. Там преимущественно 10 тысяч все дела. И вот такой вот... Мув. Довольно-таки странный. Поцепили. Неплохой свап. Пошел у нас по Квапехаске. Ее засейвили. Так бы она погибла. Пытается уйти у нас Винга. Винга живет. Ну и, в принципе, разошлись в... В общем-то, драться здесь не за что. В сторону. Скушли даже две. Ну и можно просто отступить. Рошанчик будет... Ну, так и не скоро. Еще минут 2-5. Так что можно забрать последний внешний тавер. Как-то вот он стоит. Ну и бистмастера нет. Бистмастера нет целых 50 секунд. Можно этим воспользованием. Камбэк. Совершили солидный. Десятку по голде отыграли. По экспе... Примерно тоже десятку. Ну и такая... Довольно-таки... Невнятная. Ошибка была допущена от монголов. Врыв пошел. Танктор врывается. Пока пытается отспамиться. Все еще нету бистмастера. И понимаю, что байкбэка там уже нет. Врывается у нас отсюда. Аба. Бкб прожал. Готов он где-то танковать. И два демэджа. Прожимается у нас. Бкб от минусы. Пошел стонгейс. Неплохо застреливает. Пока никого не убивает. Конечно, вышка падает. Врагов нет. Ну и висп улетает на базу вместе с Лардаром. Сейчас вернутся. И будут готовы дальше сражаться. Но тут решили этим воспользоваться. Пытаются кого-то догнать. А им готов врываться. Но, наверное, даже не стоит этого делать. Без мастера нету. Сейчас целых 5 секунд. А взамен он быстро не вернется. Потому что... Хотя нет. Есть травола, так что вернется. Пошел рэвэдж. Ну, неплохой. Демэдж пока не вписывается. Поцепили у нас еще здесь квапу. Пытается ее пробить. Квапа отблинковывается. Отблинковывается она, в принципе, прям под цк. Бэком в таверну. Ну и Медуза воюет. Медуза одна против всех. Но Монавольт летает на Фум Моно. И лопается очень быстро. Так что файт. Выгрут здесь Монголы уже в любом случае. Ну и добиваются еще и земелью. Пытаюсь убить виспании. Висп делал телепорт. Ну и Лардар. Свап подцепили. С Лардар кидался с танчиком. Пытаюсь уйти. Сейчас будет блин. Сейчас будет блин. Блинк телепорт. И живет. Живет. И уходит. Да ладно. Ушел. Один в три. Размен. Все таки потеряли последний внешний тавер. И нету уже целых двух сторон. Ну. Посмотрим. Получится ли. Все таки СТМ. Видели мы игру. Там где играл на Эмми Иллидан. И. Даже мега крипов он депал дольше. Чем. Делась игра до мега крипов. Так что всякое бывает. Ну и Аганим. Готов у нас уже у Тайтхантера. И до Рошана. 39 секунд. Ну кстати Рошан будет сырный. Так что я думаю. Сигнатуры этим воспользуются. И как раз таки. Попробуют. Завершить. Эту игру. Ну и как мы видим. До 5000. Примущество оформить себе. Сигнатуры. Правда вот. В прошлый файт проиграли. Так что. Графики будут равними. 3000. По голде. Ну и по экспе. Будут вести монголсы. Примерно. 4500. Ну что же. 31000. Нетворса. У Медузы. Скоро будет 32000. В принципе слоты все уже заняты. Ну Линку менять не хочется. Все таки играю против Брюшки. Вернее против Биста. Муншарт. Муншарт и все. Больше там ничего и не нужно. Медуза конечно очень опасная. Но все таки. Если Ману выжечь. И избить Линку. То Мановый дом АМ ее разорвет. Слово поразить. Неплохо сыграно. Ну знаешь. Нормальное слово. В принципе. И сказать такое слово можно. И кстати. Вот ЦК Мкерри. Ну как Керри. Мидер. В любом случае Корр. И уже купил себя Алибарду. Понимаешь. Что урона с руки. Он особо не вписывает. Так что нужно. Нужно. Вешать. Дизарм. На антимага. Ну что. Будет ли файт. Рошан уже стоит. Летает бисмастер. Птички летают. Вижен имеется. Ну и казалось бы. Двусторонне нету. У нас у Монголса. Но крестируют именно они. Ну и спокойно. Пытаюсь под подцепить. Но что-то не получается. Все зашлись. Все проконтролировали этот момент. Ну и жаль конечно. Бьют Энж. Става Нярашана. Ну и там Крепы уже зашли на базу. Если что. Он начинает гореть. Т4 вышка. У нас драка. Будет ли? Смоки ждут на хайграунде. Иди сюда. Иди сюда. Заманивает Медузу. Но Медуза что-то идти не хочет. Хотя нет. Все-таки пошла сбивать. И ей быстрее коленку прожимает. Она БКВ. Правила. Рор поймала в лицо. Присотком есть пока не проживала. Ультимейт. Но демажа слишком мало зашло. Ну и теперь тяжеловато драться. Хотя и будет сейчас Реведж. БКВ закончится. И можно будет его вкасовать весьма-весьма неплохо. Пошел у нас Рифт Стан. И Реведж пошел. Но увы. Хотя неплохой Реведж пошел. Так что пробивает. Там Медуза. Медуза почти умирает. Медуза живет. Медуза в Глимеркипе отступает. Пока что минус 1 Тайкан. Но все очень битые. И Слардар все живет. Играет Армлетом. Да ладно. Все выживают. Даблкил от Медузы. Драка продолжается. Медуза уже на фонтане. Да. Как же так. Ну там реально 3 героя были просто на боделях. И все выживают. Уходит у нас в итоге Земля. Делает блинкаут. И сейчас будет делать телепорт. Его не найдут. Хотя нет. Шива пошла. Ну и почему телепорт не касался. Непонятно. В итоге это минус. Земля. Но Медуза здесь. Медуза фуловая. Готова драться. Разорвали. Очень быстро Веспа. Понятное дело. Это тонкий герой. Ну прорывается Аба у нас по Аэму. Пытается подраться. Аэма облинковывается. Ну и все наверное на этом. Должны все таки отступать здесь. Мне кажется все уже живыми. Ну и размен 2 в 2. Хотя нет. Доминейтинг Аэм разорвал Сладара просто за удар. Даже за залп от иллюзий. Ну кстати не знаю зачем рвался. Все таки Армлет. Все дела. Играл Армлет. И поймал просто пару плюшенцев Аэма. Ну не знаю. Не знаю зачем это было сделано. Ну да ладно. Сладар кстати байбэк юзает. Для того чтобы убить Рошана побыстрее. Ну и вот. Рошанчик сырный. Правда вот ЦК немножко оплошал. Залетел на хайграунд. Ну и 32 на 30. Монголы конечно закинули. Но все равно графики сейчас. По голде. Примерно в нулях. Все таки минута 42. Ну а по экспе вовсе ведут. Но все равно. Двух сторон нет. И что же еще дальше делать. Что же еще дальше делать. Так. Вот я смотрю на трансляцию. И пошел уже шестой час. Норм. Норм. Ну и в принципе это даже еще не половина сегодняшнего моего рабочего дня. Так сказать. У меня ждет еще один матч этой Б-102 серии. Ну и через пару часов меня ждут целых 6 матчей. В Америке. Вернее целых 6 карт в Америке. А матчей будет 3. Такой газ конечно же летает классный. Пожарник Тейдхантер. Неплохо откинулся. Но вот заход пошел на линию. Есть в принципе Сыраегис. Кстати у кого Сыр? У Слардара. Ну и Медуза. С Сарегисом ничего не позиция. Там Куи Пармон Рор закинул по Слардару. Пытается его пробить. Пробивает не особо быстро. Хотя проживается Сыр и выживает. Понятное дело. Сейчас будет воевать на развороте. Врываются у нас дальше. Убили уже Веспа. Аэм отошел. Ну и Квапа ловится там. Пошел Слав подсевили. Газ залетает. Есть ревенш. Ревенш пока не кастуется. Пошел рифт. Подцепили. Как уже тут Макш происходит. Очень много людей. Врывается Тейдхантер. Ревенш пошел пытается пробивать. В принципе двоих уже убили. Третьего убивает. Неплохо. Байбеки залетают уже целых 2. От команды Монголс. Ну и задефали в сторону. Но байбек летает также и от земель. Зачем байбек от земелья? Ну второй раз. Зачем он это делает? Ну как бы базу никто не пушит. Как ты доберешься до своей темы этого? Я не знаю. Выбивает Аегеса. Выбивает у нас жизнь из Медузы. Так что получается минус 4. В размен на двух героев. Которые сделали байбеки. Ну зачем земелья делает байбек по второй раз? В прошлый раз тоже был байбек. На топе. Или это было в прошлой игре? Так. Мачи уже примешались. Это шестой матч. Ну точно я помню был байбек от земелья. Какой-то из карт. Такой же самый. Но ничего не сделал после этого. Мне кажется даже было это в этой карте. Ну да классно. Ты байбекаешься как бы вышек внешних вообще нет. Драка происходит вот здесь. Висп сидит в таверне. Он тебя не привезет в замес. И зачем? А просто так. И вот уже Эбисол готов у антимага. Ну и пошли разводить на байбек Медузу. Ну да. Нужно это делать. Все-таки Медуза слишком уж богатая. И нужно чтобы она осталась без байбека. И попробовать уже при помощи этого игру. Ну что ли перевернуть. Даже не переворот это будет. Потому что по графикам все равно. Но все-таки двух сторон нет. Врыв пошел. Прорывается БКБ. Праймал Урор пока не откидывается. Пошел Праймал Урор. Пытается уйти у нас Бейсмастер под Госкептором. В принципе отступил. Врыв пошел дальше. Ревальщ все еще в кулдауне. И нужно все-таки отступить. Сто Монголсом вроде бы получается. Немножко подлагалось. Так что не страшно. Поцепили у нас здесь биста. Бист в таверну. Бист без байбека. Целых 70 секунд. Как долго? В принципе тикает голдаун. Нам 100 может быть и натикает. Когда базы зайдут. Но все же байбека пока нет. И это факт. Ну и 33 на 36. Ну кстати вот АМ еще Муншарс не купал. Так что есть куда расти. Ну вот минута уже выросла по максимуму. Разве что трава 2 левела купит. Больше ничего нельзя приобрести. Увы. Нужно больше слотов или больше отема, которые можно сожрать. Ну или алхимик команду. Был бы пик. Но так можно было бы еще Аганим заиметь. Ну графики такое. Не особо важно. Давайте пройдемся по айтемам. Глимер Кей 15. Тут уже все понятно. Все видно. Бистмастер. Бистмастеру бы поскорее наформить рефершер. Кстати редко очень залетает рефершер на бистмастере. Хоть идет по началу все очень круто. Там крутые айтемы. Нетворс выше чем у вражеских коров. Но до рефершера почему-то дело не доходит. К 40-й и далее минуте. Тайтхантер. Тайтхантер. Но тоже нужен рефершер. И квапа. 2600. Ну в принципе Бладторн. Купить бы. Было бы неплохо. Ну что еще? Ну Хекс. Да. Тоже было бы неплохо. ЦК. Ну ЦК. Как для видера довольно таки бомжевитый. БКБ 5 секунд. Вис по травелла. Купил себе. Слардарыч. Слардарыч БКБ тоже 5 секунд. Земеля. Кстати вот земелю я видел. Ну не так чтобы часто. Но довольно таки активно. Его берут. Ну и кстати вот Аганима. Я на нем не видел давно. Аганим же просто имба на земле. Потому что я видел камбэки даже тысяч так с 20. При помощи этого Аганима просто ловит Скотт Акор. Буцается. Либо в файт. Вернее. Либо к себе. Либо от себя с файтом. И исход игры это решает довольно таки жестко. Так. Ну что. Кто с вами остался последним. Медуза. Медуза уже набрала максимума. А это что травела второго левела купить. И все. Ну и понятное дело нужен байбэк. 40. Седьмая минута. Наполовину уже прошла. Что. Фармим. Фармим. Ждем. Рошана еще ждать и ждать. Так что наверное ничего у нас не будет. В ближайший момент. И мне наверное все таки нужно смонять горло. Потому что я уже чувствую что проседаю. Да. Я вернулся. Ничего не изменилось. Так что ничего мы не пропустили. И пока просто ждем. Махинация с вотлами. Вылаживается. Сбирается. Гема. Все дела. Абуз. Ну не знаю. Что тут говорить. Ну просто ждем. Просто ждем. Рошана. И чего. Ну сказать все. Рошана. Без Рошана тут драться было бы опрометчиво. Все таки двусторонне нет. И потом байбэк еще и юзать. Травола в принципе. Вот точно травола. Давайте посмотрим сколько тут есть. Две пары траволов есть у монголов. Ну и здесь тоже две пары траволов. Правда да. Травола на виспе. Так что не особо профитно. Ну что. Добираться до базы. Все таки решили идти без Аегиса. И жмется пауза. Возможно подустали. Вчера были у нас сто летные паузы у команд. В Америке. В принципе почему бы не зайти здесь. Хотя нет. Сори го. Сразу же продолжаем. Ну го, го. Я готов. Согласен. Тут уже барак очень битый. Что я сейчас справиться с ним. Понятно дело при помощи иллюзий. Ну и краски вот. Первый барак забирают монголсы. При том что у самих стоит только линия снизу. Ну хотя бы здесь три вышка. Это уже хорошо. Были бы голой бараки. Уже бы были меры гриппы наверное. Там были заходы. Вот сигнатура. Минута. До таймера. Ждем. Ждем. Что по деньгам на руках. 5400. АМ богач. АМ мундшарт. Уже может купить. В принципе. Но нужно оставить на байбэк. Избытак 3000. Нужно чтобы было избыток 4000. Так. Медуза. Медузе покупать уже нечего. Кроме траволов. Ну кстати может она уже их купить. Потому что на байбэк. Понятное дело хватит. Хотя нет не хватит. Уж еще три сотни. Нафармить. Квапам. 3 700. Квапа 3 700. Ну квапе еще есть куда расти. В рыб какой-то или что. Это просто откинуться крашам. И уходят на Иткантер. Ооо. Слардар. Да. Тишина и спокойствие. Я даже не знаю о чем тут поговорить. Тяжеловато так вести монолог. Особенно когда идет существует час трансляции. И все игры такие активные. Активные активные. А потом бац. И 10 минут ничего не делаем. Ну по крайней мере графики растут в пользу монголосов. Формят они получше. То же самое и по экспедиции. Да конечно вот эти американские горки. Не весьма внушительные. Тут даже покруче будет такой обрыв. Так съехать. Весьма. Было бы неплохо. Такие экстремальные. Экстремальные. Ну летят гашели. Все летит. Все откидываются. Но драки пока не предвидится. Если птичка, птичку сейчас собьют. Да, тут неизвежен. Бедный ястреб сбит. Ждем. Ждем Рошана. Давай быстрее Рошан. Потому что без тебя тут не справиться. Минута осталась. Благо минута. Слава богу. Наконец-то. И что-то. Что-то будет. Либо у Хаоршана. Либо уже с Аегисом. Может туда будет. Да, наверное все-таки не стоит сейчас держать включенную вкладку по текущему золоту. Хотя в принципе и на Творце сейчас не важны. Тут смотреть особо-то и нечего. Байбеки сейчас тоже не важны. Потому что файта нет. Никто ничего не пушит. Так что вообще отрывать нечего. Давайте просто пройдемся по показателям. Почему бы нет смог вылазка от Монголов. Но как мы видим. Медуза. 18-3-10. Отлично. Когда отлично. Также УАЭМ вместе с Квапой. Висп топфидер. Хотя нет. Венга топфидер. Висп на втором месте. 619 скрипов. Убил уже антимаг. Ну и что. Праймал Рор. Поймали. Краски поймали у нас Сапса. И вводит его Висп. Да ладно. За сейлок. Хорошо сыграно. Мы давайте откроем байбеки. Сейчас он будет самым важным показателем. Виспа. Ну наверное не буду трейдить. Медуза готова драться. Краски иллюзии. Падут у АЭМа. Так что будет пока кулдаун. Врываются. БКП пошли. Пошли играть кейпы. Врываются у нас дальше. Разрываются очень быстро Вингу. Винга в таверне. Но все-таки есть тут минус. Атака. Это уже хорошо. Минус 36%. Это классно. Ну и размен один в один. Что все? И что это все? И на этом все. Да маловато. Ожидал большего. Но зато есть реведж. Есть реведж. Можно продавать свой файт. Но не сегодня. Есть Рошан. Драться с Рошана. В принципе стоит. Врыв на МАЭМа. Стан залетает. Но прям в контроле его смогут ли выдержать. Наверное нет. Делать телепорт. И уходит с телепорта. Башики не проходят. Остлардар еще. Ну зато есть Рошан. Можно его подубить. Все-таки АМ находится на базе. И добираться будет на Линке долгом. Дорошан. Ну относительно долгом. Но Линке МС хороший. Но все-таки там минус армор жесткий. Так что нужно убивать. Все-таки сырный. И даст никакой буст команде. Но решили не стоит. Врывается на Квапу. Квапа. БКБ. Конечно тоже имеется. БКБ 5 секунд. Так что жмакай сколько не хочу. И даже не жмакай. Делать телепорт. И спокойно уходит. Хоть и Вижен по ней имеется. Эх. Тяжко. Тяжко. 53 минута. 37 на 34. Я даже не хочу это уже суммировать по счету. Говори сколько было фрагов. Уже я подустал. Ладно все-таки суммирую. 71. Это так отмазался. Чтобы не делать долгую паузу. Типа я считаю очень быстро. Ну в принципе считаю это я быстро. Но не сказывается то что. Эфир такой продолжительный получается. Вчера конечно Эфир был не особо большим. Там 4,5 часа по моему. Сегодня 2 бестов 2 матча. Но зато. Позавчера. Комментировал я матчи. Квалификации. Открытых. Как раз когда играли Rebels в финале. Вел я матч с самого начала дня. И Эфир был почти 10 часов. Так что вот за последние 3 дня. Нормально так. Комментировал. Эх, Медуза. Медуза какой-то он доставил. Ну вот кстати от Монта не самая тайминговая получается. И... И... И вообще она продала что-то бы вообще. Она разбирала монта ставил по всей видимости. Эфир пропустил. В общем есть Daedalus. Что значит комментатор с такими темпами MB3 Rip? А, в смысле Rip? Ну не, не, не. Это нормально. У меня... Все настроено. Теймин... Эээ... Опыт. Как раз уже довольно таки обширный. Мачи много. Так что... Буду жить. Буду жить. Ну и Тайтхантер уже с рефрешером. Есть также у него сырок. Ну кстати Аега... Аега у нас у Квапи. Ну кстати режим дабл дэмэдж. Возможно хотят этим подраться. У меня уже немножко тут глючит. Показал что у Винги нет лица. Ну да ладно. Ну вот Хекс. Есть у Квапи. Давайте пройдемся по айтемам. В принципе. Ну давайте посмотрим все-таки нетворсы. Возможно вам интерес. Интересно. 40 тысяч у АМа. 37 тысяч у Медузы. 21, 18, 17. Ну такое. Не важно. Не важно. Если что важно. Лосхиты нет. Левел нет. Опыт в минуту нет. Текущее золото нет. Нетворсы нет. ГПМ 800. Неплохо, но не рекорд. Байбеки. Ну вот в Fantasy Boy NTM это вообще не важно. Это как бы не нужно. Ну давайте байбеки откроем. Мне кажется на этой минуте уже в принципе кроме этого. Никакой сути параметров нет. Ну что там. БКБ 5 секундные. У всех это понятное дело. Хотя нет. Медуза еще 7 секунд. Да. Купила нам довольно-таки поздно. Есть два реводжа. Если уж ворваться, то можно всех поразорвать. Падает рейнджовый барак. На нижней линии. Ну. Что дальше? Потихоньку горит. Как раз таки еще и милишный. Бояц подходить все-таки знают, что есть Тайтхантер. На связи мере вообще вне базы. Долетает у нас ВФ Террор. Пошел Тайтхантер. Ой-ой-ой. Вот это вот. Вот это ниндзя. Правда тебя видно. Немножко. Немножко ты сныкался неудачно. Думает. Ой. Ой. Что спалили. Да как такое может быть читеры. Ну да. Прятаться между елками. Когда тут. Прямой просмотр. Этой области. Довольно-таки странно. Эх. Ну. Я ожидал, что в Азии будут такие матчи. Но. Это уже. Пятый матч на сегодня. И все были не такими как этот. Ну. Все-таки вот. Один из пяти. Ко мне залетел. Вот. Рефрешер. Готовый бисмастера. Кстати. У тебя очень жестко. Бисмастер. Эээ. С двумя промалорами. То есть спелл. Который прибивает БКБ. И Тайтхантер. С двумя реведжами. Прямо-таки. После завершения БКБ. Можно их очень круто вкастовать. Ну. И. В принципе. Два раза крифсы прожать. Тоже норм. Можно их с этим неплохо. Неплохо. Сыграть. Снизу. О. Поймали. Крестки будут у нас. По уже фракт по земелью. Убивает промалору. Второй. Да ладно. Ну зачем. Ну рефрешер тратить. Ай. Две секунд кулдаун. Чтобы убить земелью. Ну да. Неплохо. Убил земелью. Если бы он был с агонилом. То было бы круто. Ну да ладно. Не суть. Если бы первый промалору отказывается быстро. Ну краски. Стандартно. Я имею ввиду. Он трофрешер конечно 2 секунд многовато будет. Вот байбек от земелью. Ну ладно. Есть в этом какой-то профит. Байбек убьют. Будет конечно круто. Сайланс. Пока что у нас на сладарах. Гаж полетел. Но не попадает. Эх. Ну что. Ну что. Будет у нас какой-то файт. Прожимается глиф. Почти падает сторона. А я на спит. Ушит. Прожимается БКБ. Сторона упала. Неплохо разводит. На топе заходит у нас антимаг. Пробивает его. Под сайлансом. Пытается убить. Кстати. Крипты вылетают. Очень больно. А я МТВ Авер. Ну а я я. Антимаг. Что же так подставился. Есть конечно на него байбек. Но все же подставился. И это того не стоило. Ну что. Будет дальше у нас файт какой-то. Хиксом. Откинулись. Подцепили. Пытается уйти. Да. Пытается конечно скрыться. Но увы. Не работает. Диммер кей под. Эмбрифай дэмэджем. Ну и топ. Пытается подкушить у нас бисмастер. Конечно не крыщи. Имеется уже вызванный. Раз мы начали подпушивать. Самому бы скрыться было бы неплохо. В итоге падает тавар. Год скептор. Но нет. Таких не отпускай. Хотя блинкаут и телепорт. 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 И нет. Станц летать мимо. Да ладно. И уходит с телепорта. Ой-ой-ой. Вот это вот неплохо. Ну а здесь снова пошли у нас мансы. Шмансы. Подпушивает у нас квапа потихоньку мед. Пытался пушить барак. Понятно. Я это сделать не получилось. Но все равно неплохо. Фух. Кстати мне нужно чекать сейчас микрофон. Потому что в прошлый раз на шестом там части трансляции микрочный выдержал и вырубился. Питание. Я сейчас прочекаю на всякий случай. А то вдруг. Нет. Сейчас все работает. Отлично. Отлично. А то было бы обидно. Эх. Ну что. Что у нас будет далее. Светает Хантер. Рефрешер не прожимал. Байбек есть у пятерых. Ворвались на Медузу. Прямо урожать и неплохо. Сейчас можно ее убить. Что ты тут делаешь соло? Ну. Байбек сразу увязается. Не знаю что он здесь сделал. Соло это было крайне странно. Хотя разводил. Кажется там пушит у нас Т4. Одно. Уже уронил. Вторая тоже падает. Пошел рэвач. Неплохо. Сейчас будет второй рэвач. И. Кстати. Именно нужно прожимать на рэвач. Хотя нет. Там куда уже был потрачен. Так что я немножко это пропустил. Момент. Минус 2. Делает у нас Санки. Байбек. Кажется был заюзан у нас от Медуз. Если ее убьют будет круто. Ну и Медуза кстати где у нас находится. Находится она на базе. Не решила на файт не приходить. Так что 60 минута. Убивают у нас еще и Земель. Кстати Земель без байбека. Даблкил для антимага. Так что. Камбэк из Риэл. По крайней мере можно сейчас пойти. В. Ласт Пуш. Зайти. Уже по Меду. Байбека не будет у Земель. Так что. Мне кажется. Возможно. Мне кажется что эта игра может быть сейчас завершена. Наконец таки. И. Комментарий за ссылочатик. Что кажется что у комментатора. ММР 3 4 К. Нет. Ты не угадал. ММР у меня 5 400. Во время того. Когда я играл активно. Ну. В принципе. Не играл я. Сентября примерно. Ну. В общем. У меня было 5 К. Время не было. У меня есть 5 К ММР. 5 К плюс. Так что. Не 3. Ну. И вот. Пошел Пуш. Байбек. Вот так они и Зайца. Пушат. И. Бараки. И Т4. И там и там успевают. Краски. Мега крипы оформлены. Байбек от ЦК. Виспа. Все еще нет. Нет. Вот так же земель. Байбек у него не имеется. Ну и. В принципе. ГГ. Или не ГГ. Ну. Трон сцепится очень быстро. Да. Это Гуд Гейм. Велплей. И победа для Монголс. Вот. Это катка. Концовка. Неожиданная. Фух. Можно выдохнуть. Небольшая пауза. Можно чуть-чуть передохнуть. Восстановить свои голосовые связки. Так что. Небольшая музыкальная пауза. Во время паузы подпишитесь.